Половины головы, которые с огромными такими глазами, которые видят вас издалека, поэтому стрекозу поймать сложнее всего, потому что она быстренько от вашего сачка 10 раз, 20 раз, а то и 30 раз от вас увернется, потому что она издалека заметила. Вон тамолок, вы понимаете, бежит с чем-то таким, это, вредим, какой-то мамонт хочет меня сожрать. Эй, сачок, а если сачок, конечно, тоже вот такой, она сразу заметит, если он прозрачный, с прозрачного материала, меньше заметит. Но она очень хорошо стечет тень и солнечные такие лучики разные, которые будут блестеть от сачка, поэтому... Но ее обхитрить все равно можно, потому что она кругами обходит свою территорию, стрекоза кругами обходит, и на этой территории вы как рыбак сидите с анатомологическим сачоком и ожидаете, охотитесь на стрекозу, на стрекозу коромысла. Только главное в воду туда не упасть, с берега не упасть, но можно в сапожках или в тапочках прокрасться немножко поближе по воде, потому что стрекоза любит не только по берегу летать, она летать любит около воды, практически на воде, потому что она будет ловить водных насекомых. Она приносит очень огромную пользу, потому что регулирует численность комаров и различных водных насекомых, мух, саранчевых, вот и кузнечиков, она большой хищник. И стрекоз, конечно, лучше поменьше ловить. На стрекоз можно идти охотиться с утреца, как рыбак. Рыбак идет рыбачить с утреца, потому что клев лучше, и клеванный стрекоз лучше с утреца, потому что стрекозы с утреца летают... Не так быстро. Не так быстро. Почему они летают не так быстро? Самого лучшего утреца надо идти. Часов вот так в пять, только солнце подымается, только рассвет начинается. Лучшее время для рыбалки на стрекоз, потому что стрекозы не летают, когда утро. Они сидят, бедные, скрючились и ждут, когда выглянет солнышко и их прогреет. Они сидят, как у всех насекомых, у них гемолимфа немножко остыла, они покрылись капельками росы, и такие замокшие в росе, они сидят на растениях. И если вы наблюдательны, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, и вы пронизываете своим, как рентгеном, в окружающую поверхность возле водоемов, то иногда вы можете заметить и люток, и дедок, это стрекозы такие, и бабок, это тоже стрекозы такие, и коромысла, это самые большие стрекозы. И они будут сидеть на растениях, притаившись и в замерзшем таком состоянии, не очень двигаясь. Где? На камыше, на рогозе, на осаке, около водоема. Вот такие тарелочки, большие, маленькие, самые разнообразные. Сразу их тоже уже, два этих метода сухих было. Вот можно купить вот такие вот пластиковые тарелочки, например. Вот обычно, вот так они продаются, для пикника, только вы пикника там не разбрасываете. А рыжие такие, или желтые тарелочки вот такие, вот видите, вот видите, они могут быть разного цвета. Желтые тарелочки. В эти желтые тарелочки легко собирать насекомых. Даже внутри вашего дома, если у вас есть, вдруг завелись насекомые, например, мухи, дрозофилы, если у вас завелись, наливаете сюда воду, наливаете немножко шампуня, ложку шампуня и добавляете уксус. Ваши дрозофилы дома уже будут, не ваши дрозофилы, они все погибнут, прилетят на уксус и утонут в воде вместе с шампунем. Шампунь сделает воду проникая, мы для ножек и насекомые не отпрыгнет, а оно утонет просто. Итак, вот в таких тарелочках, такие тарелочки, называются желтые тарелочки, в них наливаете, в них сначала как идете на экскурсию, берете с собой 2 литра воды, в воду добавляется соль, в воду добавляется ложка шампуня на литровую бутылку, это у меня пол-литровая. Потом выставляются тарелочки в расстоянии хотя бы полметра друг от друга, чтобы их было видно и их не потерять. Надо ее иногда придавить камнем, если это ветреное место, потому что ветром ее переворачивается очень часто. Если это под пологом леса, выбирается плоское место и легко ставится. В лесу обычно ветра нет, камни не нужно. А в степном участке можно класть внутрь камень. Наливается сюда вода с шампунем и солью. Соль для того, чтобы летом не сгнили насекомые внутри. И ставится на один день, на два дня, на второй, на третий день. Соль немножко фиксирует насекомых, не так дает возможность испаряться влаге. И через один день или два, в зависимости от возможности, вы приходите. Даже в вашем просто садовом участке можно собирать так насекомых, не отходя далеко от кассы. Вот в таких плоских тарелочках, рассказывая второй метод сбора, замаривания насекомых, собираются насекомые, берется сачок для мальков, самый тонкий сачок для мальков, и насекомые выливаются, не просто выливается вода на землю, выливаются в другую тарелочку. Из одной тарелочки выливаете в другую тарелочку, из одной тарелочки выливаете в другую тарелочку. А сачок уже с насекомыми приносится в лабораторию или домой. насекомые они достаточно мягкие и подвижные здесь они в воде уже утонут к сожалению соли они подсолятся немножко но не сгниют не раздуются это очень важно для насекомых для энтомола с тем чтобы потому что насекомые на жаре 30 градусные раздуваются или если она даже ниже 20 минут 2-3 дня будет лежать а вы на 3 пришли жуки и мухи раздуются после чего насекомых промывают под водой в этом сачке просто под проточной водой или водой из бутылки если это где-то поле промывается водой и фиксируются спирт не желательно 70 96 процентном спирте вот фиксируется насекомые вот как здесь личинки зафиксированы вот баночка не притертой крышечкой а вот таким детским питанием или от разных майонезов маринадов который плотно закрывается и спирт не испаряется и 70 96 это важно потому что насекомые тогда они отдают влагу и понижается спиртовое содержание ну и тогда насекомые лучше сохраняются они не подгнивают если это будет водка 40 градусов но временно это можно на какой-то короткий период потому что они дадут влагу на иголочка на иголочках покупаются специальные энтомологические булавочки они так и называть энтомологические булавочки они выпускаются в основном европейском союзе или в странах азии или в японии лучшего качества нержавеющие булавочки энтомологические они достаточно дорого стоит от 3 до 5 долларов 100 экземпляров такой коробочки спицы вот они они где-то тут у меня были вроде бы нет это не они это этикетка да пакетиками достаточно дорогие тоже за может заказывать через интернет на конференции или у энтомологов можете их приобрести не советую насекомых накалывать на булавки швейные машины или идете в швейный магазин и там продаются булавки с круглыми круглыми головками такие толстые здоровенные булавки иногда в интернете на фотографии показывают сыночек подарил папе коллекцию насекомых и там они пришпилит и пришпилит и такими булавками вот с такими огромными круглыми головками папочка дорогой я тебе подарил коллекцию дню рождения не надо такую коллекцию уродливую делать это я говорю профессионально ну и даже просто эстетически она получается немножко уродливая потому что насекомое раздавливается раздавливается раскручивается и огромная булавка швейная протыкает насекомое засыхает внутри и ржавеет а потом если она огромная огромная головка насекомого не видно под такой швейной булавкой надо немножко потратить денежек поискать потратить времени поискать в интернете не только сачок который тоже стоит денег конечно а найти булавочки для того чтобы смонтировать насекомых на энтомологические булавки например вот показывают вот пожалуйста мои любимые шершни которые сидят в этой коробочке сидят уже никуда не улетят никуда не улетят потому что я им расправил здесь крылышки для экспозиции которые буду показывать на научных пикниках киеву вот этой осенью у нас проходят научные познавательные такие научные пикники парке шевчи тараса григорьевича шевченко рядом с универс красным зданием университета имени тараса григорьевича шевченко и около бульвара тараса григорьевича шевченко проводятся научные пикники посвященные дням науки и на них часто выступают различные исследователи показывают разные свои следу я показываю крупных насекомых я занимаюсь маленькими крохотными Перепончатокрылами, которых сложно Показать только под микроскопом ММС, микроскоп носить в парк Шевченко Достаточно тяжело у меня Помощник только четырехногий, маленький Не донесет А вот больших насекомых можно показать Их сложно рассмотреть, нужен хороший Дорогой микроскоп, чтобы их носить А вот таких больших Видно невооруженным глазом Поэтому вот эти коллекции я показываю на Различных выставках, где-то дырочку Вот только что я приоткрыл, на запах сразу прилетело Насекомых прилетела Муха Фарида Муха Фарида питается погибшими насекомыми Она почувствовала где-то Из культуры моих жуков Быстренько прилетела на то, что тут Что-то такое мертвое насекомое есть Но оно сушеное, сушеное оно не будет есть А если будет влажное То Муха Фарида прилетит И главное, кожееды все сожрут Вам не надо, чтобы все сожрали, во-первых, надо высушить Хоть в сушильном скафу Хоть в этом самом В печке легкого высушить Подсушить насекомые Главное выставить их на солнце На прямом солнечном свете Вот такие забавные энтомологические плашки В большей степени это сборы Такие аматорские Потому что это как раз Не для научных исследований А такого обмена и аматорского Хранения насекомых Потому что насекомое отсюда Для постоянного, из этого временного Хранения нужно доставать Но оно хранится здесь В специальной плашке И что оно из себя представляет Допустим, вот здесь вот жуки Маленькие рогачики Плашка представляет собой Кусочек Картона Потом кладется кусочек Беленький, это видно, что беленький Это фильтровальная бумага Которая Прижимает Насекомых С другой стороны пишется Этикеточка Где собрано И сверху покрывается Плазма Прозрачной бумажкой Прозрачной бумажкой И потом все это Это называются Расправилки 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 для бабочек Что значит расправилки Для бабочек Потому что здесь Видите, две наклонные поверхности Здесь вот такая вот Специальный отжимчик Которая раздвигает Вот здесь серединку Внутри вот здесь Находится пенопласт Внутри здесь Мягкий пенопласт И это расправилка На которой расправляется Насекомое А точнее расправляется бабочки Берется бабочка На булавочке На энтомологическое Желательно Ставится на расправилочку И на расправилочке Вот видите Здесь у нас Только штрекоза Есть такая большая Вот если бы она была Бабочкой Мы бы ее Расправили Сюда накалывается Насекомое О! Сюда накалывается Внутрь середины бабочка И специальным пинцетиком Расправляются крылышки Прижимаются Маленькими такими Тоненькими Кусочками бумаги Вот как раз тут Можно уже использовать Булавки С головками Швейные такие Чтобы прижать Кусочки бумаги Которые будут Придерживать крылышки Это называется Процесс Расправилка Для бабочек Можно такую же Расправилку Использовать для жуков Но для жуков Неудобно Потому что У жуков Такие рогатые ноги В разные стороны И жуков Просто расправляют На пенопласте Им Жукам Расправляют Правильно Аккуратненько Ноги Вперед В стороны В боки Усики Аккуратненько Расправляют С тем Чтобы уже поставить В большую Экспозиционную коробку Хорошо Расправленными А вот эта Расправилочка Специально Для бабочек Почему здесь Раскрывается Средняя часть Потому что Бабочки Некоторые есть Крупные Такие Как бражники Есть очень мелкие Как голубянки Крохотные Маленькие Мольки Для молек Можно использовать Вот такую Тоненькую Очень тоненькую Такую Расправилочку Которую Тоненькую Это я Подарю Нашим Лепидоптерологам Которые Изучают Бабочек Это будет Для них Труд Потому что Когда бабочек Много Они расправляют Много Бабочек И поэтому Им нужно Много Расправилок Я сначала Думал Зачем им Много Расправилок Потому что Если Они собрали Бабочек То Допустим На ловушку Собрали Много Бабочек И каждую Нужно Возможности Быстро Расправить Пока Она собранная Мягкая Эластичная И Положение Повести Потому что Потом Она засыхает И нужно Потратить Больше Времени И крылышко Может согнуться А когда Она только что Свеженькая Собранная На такую Расправилочку На булавочке И при помощи Пинцетика Кисточки И булавочки Можно Ее так Аккуратненько Поправить Аккуратненько Поправить Расправить Крылышки И потом Зафиксировать И поставить На солнышко Или в сухое Место Где она Будет высыхать Вот на такой Расправилочке Насекомое Высыхнет Обязательно Рядышком С ней Этикеточку Потом Нужно Написать И уже Поставить На постоянное Хранение Допустим В какой-то Пластиковый Контейнер С кинопластом И плотно Закрывающийся Подсушенную И тогда Она может Храниться Там Вечно Да Ста лет Насекомые Хранящиеся В музее Сто лет Это не предел В британском Музее Естественно Истории Хранятся Насекомые Собранные Еще 200 лет Назад Самим Еще Дарвин Как говорится И Собранные Еще Линнеем Да Да В шведском Музее В шведском Музее В Стокгольме Экспозиция Насекомых Собранные Линнеем Которые он Написал В своей Системе Природы Сам бы Не подумал Что их уже Тысячу раз Съели Какие-то Жуки Кожиеды Нет Там есть В центральном Одном из залов Там где Есть Пингвины Есть Экспозиция Медведя А в уголочке Насекомые И написано Коллекция Линнея Они уже Конечно Такие Светло-коричневые Выцветшие Вот Это одна Лишь Коробочка Которая стоит На сон